Таланты за решеткой в Энгельской исправительной колонии номер 13 прошел итоговый смотр художественной самодеятельности. В импровизированном концерте приняли участие 10 человек. Заключенные работали над программой около месяца, причем среди них нет профессиональных музыкантов, за исключением клавишника, который когда-то работал учителем музыки. По словам участников, благодаря таким конкурсам могут не только скоротать срок, но и встать на путь исправления. Вот когда я их исполняю, смотрю на глаза, смотрю, свет, искрка в глазах появляется. Люди смотрят это с интересом, они слушают это, вникают вроде бы. И пишешь песни тому, которые люди их услышат в дальнейшем, чтобы они не делали этого, а задумались прежде что-то совершить. И не стремились больше сюда попасть, потому что здесь не так хорошо. На свободе лучше. Бонусы, ну, во-первых, это полезная занятость. Они для них, как бы, потому что время идет долго в местах лишения свободы, они когда чем-то заняты, время идет быстрее. Во-вторых, это, ну, возможность самореализации, получить какие-то навыки, которые они, возможно, потом будут использовать. Ну, и если наше учреждение займет какое-то место среди других учреждений, то осужденные, которые принимали участие, будут поощрены правами начальника учреждения. В качестве поощрения, по словам сотрудников колонии заключенным, разрешат лишний раз увидеться с родными или получить дополнительную посылку. Кроме того, победители областного этапа станут участниками ежегодного всероссийского конкурса песни среди осужденных. Субтитры создавал DimaTorzok